Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Наверняка родители школьников зачастую не задумываются, каким образом устроено питание в школах или же в детских садах, кстати. Но сегодня мы в этом разберемся подробнее, узнаем, какие проблемы есть в этой непростой сфере. У нас в гостях находится исполняющий обязанности начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Павел Яровой. Здравствуйте, Павел Александрович! Здравствуйте! Ну, действительно, наверное, в основном-то родительские советы, которые при школах есть, ну и в принципе на родительских собраниях, наверняка же не так часто интересуются вопросами питания, поэтому как-то вот все на Роспотребнадзор возложена, вся эта функция основная, так? Ну, действительно, одно из основных направлений управления Роспотребнадзора – это контроль за организацией питания детей. Это одно из приоритетных направлений в нашей деятельности, мы уделяем этому большое внимание. Сколько проверок в течение года вы осуществляете по всей Амурской области? Если брать школы и сады, ну, доходит за 100 проверок, даже бывает и больше, плановые, внеплановые, то есть я говорю про все абсолютно. Да-да-да. Родительские комитеты мы настаиваем, мы советуем, мы говорим о том, что необходимо шире использовать этот механизм для взаимодействия родительских комитетов и образовательных учреждений, чтобы решать проблемы питания детей. А родители могут вмешиваться в этот вопрос, да? Конечно, родители должны это делать. Если есть какие-то претензии к качеству питания, соответственно, необходимо эти вопросы разрешать, чтобы потом не получать какие-то хронические проблемы в этой сфере. Но самое главное, чтобы это никаким образом не повлияло на здоровье детей. Это естественно, это вообще главный момент, но тем не менее, качество самого питания, безусловно, очень важно для родителей. Поэтому давайте сейчас объясним, как устроена эта система в настоящий момент, да? Есть комбинаты школьного питания, есть в школе, все равно, я так понимаю, работают школьные столовые. Вот по области, скажем так, в большинстве случаев, как устроена эта система? В большинстве случаев приготовление пищи осуществляется на пищеблоках школ и детских садов. Если говорить про Благовещенск, про областной центр, то здесь в школах организации питания занимается комбинат школьного питания. То есть привозится уже готовое, я так понимаю? Да, изготовление готовых блюд производится на комбинате, сотрудниками комбината и сотрудники комбината уже в школах осуществляют порционирование, раздачу блюд, контроль за соблюдением санитарных правил. Но я так понимаю, что вы следите и за школьными столовыми, и за комбинатами питания, которые по области пусть немного, но все-таки есть, да? Да, естественно, потому что контроль все-таки он должен быть полным, потому что непосредственно от качества питания зависит и все-таки успешность освоения образовательной программы и развитие ребенка, потому что подрастающий организм детский, он, конечно же, требует и питательных веществ, микроэлементов различных, витаминов. И вот нужно, конечно же, контролировать, чтобы меню в школах, чтобы меню в детских садах были соответствующими, предусматривали весь комплекс необходимых продуктов и удовлетворяли в энергетической ценности и в целом своей полной ценности. То есть управление Роспотребнадзора и этим вопросом занимается? Я-то была уверена, что вы исключительно проверяете санитарные условия. Нет, нет. Приходится и меню, да? Конечно, обязательно. Но здесь, смотрите, какие отличия. Если в школах меню должны быть согласованы с управлением Роспотребнадзора по Морской области в 100% случаев, в детских садах такого требования нет. То есть они сами разрабатывают меню, сами ему следуют, но здесь нужно сказать о том, что контроль в данном случае мы осуществляем и там практически одинаково жестко, потому что мы смотрим и за условиями изготовления блюд, и за условиями хранения продукции, которая поступает на пищеблоки, и за персоналом наличия медицинских осмотров, профессионально-гигиенической подготовки, и за реализацией. В том числе и проводится лабораторный контроль выпускаемых готовых блюд. Я хочу сказать, что по итогам прошлого учебного года всего лишь в половине процентов случаев мы выявляли несоответствие готовых блюд требованием санитарных правил по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. А это немного? Ну, это одна проба из 200. А, все поняла. То есть я хочу сказать, что это довольно хороший показатель, и мы стараемся, чтобы он ни в коем случае не рос. А вот был на таком низком уровне. Но тем не менее, вот смотрите, вы действительно сказали много о содержании этого меню, да, и что едят наши школьники. Вот действительно ли по разным районам нашей области меню может настолько сильно разниться? То есть где-то булочка с чаем, да, а где-то полноценный горячий обед. В целом требования едины. Есть санитарные правила для организации питания в школах, есть отдельные санитарные правила по дошкольным образовательным организациям. И в целом, если меню составлены правильно, они ненамного будут отличаться друг от друга только набором продуктов, скажем так. Потому что и масса порций, и объемы, они должны соответствовать требованиям санитарных правил, быть идентичными для разных возрастов. Но, конечно же, одна из проблем области нашей, это то, что не везде организовано горячее питание. Таких школ мало, но, тем не менее, есть такая проблема, когда школа построена по какому-то старому типовому проекту, либо размещается в приспособленном здании, где нет возможности организовать пищеблок и соблюсти все требования санитарных правил. Вот в таких школах организовывается горячее питание, ну, скажем так, больше, наверное, буфетная продукция, либо горячий чай с булочками, там, с пирожками и так далее. Поэтому эта проблема есть, мы над ней работаем и регулярно мы эти вопросы обсуждаем на разных совещаниях различного уровня. И часто мы сами являемся инициатором проведения таких совещаний. И в преддверии вот этого нового учебного года мы в рамках обсуждения своей правоприменительной практики собирали руководителей образовательных учреждений и в формате диалога общались с ними о том, каким должно быть питание в школах, в социально значимых учреждениях нашей области, разъясняли требования нашего законодательства и то, что делать нельзя. Если вот говорить о рисках, все-таки питание в школе, если оно организовано ненадлежащим образом, это может стать угрозой для жизни и здоровья детей. Я знаю, что такие случаи даже были, да, у нас в области в том числе. Да, в начале 2016 года был случай, когда на работающем пищеблоке в одной из сельских школ произошла аварийная ситуация и производились сантехнические работы, но при этом работа пищеблока не была приостановлена. И вот тогда готовые блюда, которые изготавливались в таких условиях, они, в них были обнаружены возбудители сальмонеллеза и 30 детей, ну, обучающихся, школьников, 30 детей заболели, да, были доставлены в инфекционную больницу. Ну, в таких случаях, я так понимаю, все должны быть действительно в курсе, что обязательно нужно обращаться в Роспотребнадзор, да, потому что я знаю, что обязаны в этих случаях ставить вас в известность, если вдруг что-то случилось, да? Конечно, и мы об этом говорим на каждом углу, как говорится, из каждого чайника и утюга, да. Вот, в любом случае, если возникает какая-то ситуация неблагополучная в санитарно-эпидемиологическом отношении, отключили воду, произошла аварийная ситуация на системе канализации, либо что-то вот такое, в любом случае... Столовая не должна работать. Конечно, то есть до устранения всех недочетов, до приведения санитарного состояния столовой надлежащий вид, работа возобновляться не должна. Да, конечно, дети не получат питание в несколько дней, но при этом мы устраним те риски, которые могут причинить здоровье детей. Ну, я знаю, что у вас работает и горячая линия. Звонят ли действительно родители на нее? С какими вопросами обращаются? Мы регулярно устраиваем, организовываем горячие линии через телефоны, скажем так, у нас есть выделенная телефонная линия горячая, и я хочу сказать, что не только звонят, но и приходят. Даже так? То есть, да, людям интересно то, каким должно быть питание в школах, то, какие продукты можно использовать в школе, какие нельзя использовать в образовательных учреждениях, какие в принципе требования предъявляются, что мы контролируем. Бывает, что в рамках горячих линий поступают и жалобы на ненадлежащую организацию питания. Удается быстро реагировать на эти жалобы? Насколько быстро они отрешаются? Естественно, рассмотрение происходит в течение нескольких дней, такие ситуации не разрешаются довольно быстро. Павел Александрович, ну, очень жалко, что у нас время эфира ограничено. Мы с вами еще на эту тему много могли чего рассказать, но я надеюсь, что те, у кого еще будут вопросы, обязательно обратятся в управление Роспотребнадзора. Я так понимаю, что всегда это можно сделать. Обязательно. И в завершение я бы все-таки хотел сказать, что в связи с наступлением, с понижением температур воздуха, с прохождением периода повышения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, руководителям учреждений необходимо оборудовать места с постоянным пребыванием детей рециркуляторами для обеззараживания воздушной среды. То есть это очень довольно мощная такая мера профилактики для того, чтобы обезопасить наших детей вот от таких инфекций. Это должно быть везде, в школах и детских садах? В школах, в детских садах, в помещениях с постоянным пребыванием детей. Спасибо большое, Павел Александрович. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня с гостями был Павел Яровой, исполняющий обязанности начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Амурской области. Вы смотрели в центре. Внимание, до скорой встречи.